Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвинского музея, и я продолжаю рубрику «Вопрос-ответ». Сегодня я отвечу на вопрос «Зачем рыбе пила?». Наверняка про рыбу-пилу все вы слышали, может быть, даже видели, ну, например, в нашей экспозиции в Зале многообразия жизни на Земле. И наверняка знаете, что этих рыб отличает очень своеобразный такой орган, который называют по-научному рострум. И вот рядом со мной как раз, посмотрите, рострум довольно крупной рыбы-пилы. Выглядит он очень необычно, но примерно он длиной около метра 40 сантиметров. Ну, поскольку обычно рострум составляет четверть длины рыбы, то можно себе представить, какой была целая эта рыба-пила, которая как раз являлась хозяйкой этого рострума. Кто же такие рыбы-пилы и зачем им их пила? Рыбы-пилы, по-другому они еще называются, пилорылы. Это семейство скатов. Оно представлено двумя родами и пятью видами. Рыбы-пилы встречаются повсеместно в тропических и субтропических зонах. Они могут жить как в пресной, так и в солоноватой и соленой воде. Иногда у некоторых видов то или иное место обитания, пресная или соленая вода, это может быть связано с возрастом. Ну, например, у обыкновенной рыбы-пилы молоть живет в пресной воде, ну а затем, когда она уже достигает половой зрелости, она отправляется в океан. Это животные, которые ведут придонный образ жизни. Встречаются они, как правило, где-то в прибрежных районах на небольшой глубине. Они могут достигать довольно крупных размеров, но максимально они могут достигать размеров семи, а то и семи с половиной метров. Согласитесь, в общем, довольно внушительная рыба. И вот возникает вопрос, а, собственно говоря, зачем это и что это такое. Ростром, по сути, это вырост черепа хрящевого. Мы помним, да, что скаты являются хрящевыми рыбами, и у них действительно есть такой вырост, и вырост этот снабжен вот такими вот зубцами ростромными, которые на самом деле настоящими зубами не являются. Это видоизмененные плакоидные чешуи. В случае, если такая чешуя зуб ломается в течение жизни животного, то обратно уже не отрастает. Ну и как, собственно говоря, этим ростром рыбы могут пользоваться? Они пользуются следующим образом. Ну, во-первых, они могут при помощи рострома обнаруживать добычу. Помимо хорошо нам видных зубов, на этом ростроме находится очень большое количество электрочувствительных органов, которые называются ампулами лоренцини. И они представляют собой такие каналы, открывающиеся наружу порами, которые заканчиваются утолщением, напоминающим ампулу. И эти каналы и ампула заполнены желеобразным веществом, которые являются таким хорошим проводником электрических импульсов. Эта ампула очень хорошо иннервирована. И к каждой такой ампуле подходит порядка шести нервных окончаний. В некоторых случаях даже и больше. Собственно говоря, именно при помощи этих органов, которых находится множество, особенно на нижней стороне рострома, животное очень хорошо чувствует электрические импульсы разной частоты, которые исходят, например, от животных при сокращении мышц. И таким образом это позволяет белорылам обнаруживать свою добычу. Итак, помимо того, что при помощи рострома животное может обнаружить добычу, также с помощью рострома скат может свою добычу и обездвижить. Как он это делает? Ну делает он это различными способами. Зачастую почувствовал, например, рыбу или какое-то другое животное, подходящее ему в качестве добычи. Он делает очень резкое движение своим ростромом и часто ранит животное, которое теряет подвижность, и после этого белорыл может это животное съесть. Кроме того, конечно, ростромом рыбы-пилы пользуются для того, чтобы защищаться от врагов. И это, согласитесь, довольно серьезное оружие. Кстати говоря, не только рыбы им пользуются. В некоторых регионах люди использовали ростромы рыб-пил для того, чтобы друг с другом сражаться. Это было такое достаточно опасное оружие. А вот эти вот ростромные зубы, они довольно острые. Так вот, в случае, если рядышком появляется какая-то опасность, то рыба-пила начинает довольно с большой силой размахивать ростромом перед собой, таким образом отгоняя возможного хищника, который может на нее напасть. Оказывается, вот такой вот ростром в виде пилы есть не только у пилорылов. Мы помним, что пилорылы – это скаты, но, оказывается, есть еще и акулы-пилы. Их называют пилоносами. Их тоже довольно небольшое количество. Это такое семейство, в которое входит порядка 8 видов. И если мы сравним пилоносов и пилорылов, у них есть, конечно, определенные черты сходства, но есть и определенные различия. Но если говорить о сходствах, и у тех и у других есть рострум, снабженный вот такими вот острыми зубами, но у пилоносов, у акул посередине рострума находятся усики. Они довольно длинные, тонкие, и они служат органами осязания. То есть при помощи них пилоносы могут свою добычу обнаруживать путем осязания, дотрагиваясь до нее, как и другие многие рыбы, у которых тоже есть такие вот длинные выросты усики. Если пилорылы довольно крупные животные и могут достигать длину, как я уже сказала, более 7 метров, то пилоносы, они максимально могут быть в длину около метра 70 сантиметров, то есть значительно меньше по размерам. Кроме того, как и у остальных скатов, у пилорылов рот и жаберные щели находятся на нижней стороне тела. А вот у пилоносов, так же как и у акул, жаберные щели находятся по бокам, это очень хорошо видно. Ну и если посмотреть на зубы рострума, то они тоже имеют отличия. Если мы видим, что на роструме пилорылов все зубы примерно одного размера, то у пилоносов, у акул пил, зубы чередуются маленькие и крупные, то есть их пила выглядит несколько иначе. Кроме того, если пилорылы живут на маленьких глубинах, предпочитают мелководья, то вот пилоносы, они живут довольно на больших глубинах до 600 метров, в этом тоже есть отличия. Ну и еще немножко о сходствах. И те, и другие обладают яйца живорождением, то есть у них на свет появляются уже живые детеныши, все развитие довольно крупных икринок происходит внутри матери, и детеныши очень небольшое количество, ну максимально их порядка 20. Детеныши довольно крупные появляются на свет, вот, и поэтому, конечно, больше качества детенышей мать просто не способна выносить, несмотря на иногда довольно внушительные размеры. И в тот момент, когда детеныши еще находятся в отробе матери, чтобы не повредить ее, вот эти вот острые зубы, они не имеют вот такого вот перпендикулярного острому направления, и они аккуратненько так прижаты и не повреждают тело матери. А у пилоносов эти острые зубы, они еще и закрыты такой вот желеобразной оболочкой, которая потом исчезает в тот момент, когда детеныш появляется уже на свет, рождается. Мало того, известно, что, скорее всего, и пилоносы, и пилорылы размножаются не каждый год, а через год самка приносит потомство, то есть, поэтому численность этих животных не может быстро слишком расти, потому что у них, ну, в общем, детеныши рождаются не так уж и много, да, максимально это не больше 20, да еще и не каждый год. Вот, поэтому, к сожалению, эти рыбы находятся под угрозой исчезновения, вот, и их сейчас всячески пытаются охранять. Ну, и тем не менее, все-таки случается гибель этих рыб, поскольку рострумы их, снабженные такими зубами, они часто зацепляются, например, за рыболовные сети, и в результате этого просто рыбы гибнут. Пилоносы и пилорылы являются хорошим примером конвергентной эволюции, когда те или иные признаки возникают независимо в разных группах животных, поскольку они адаптируются к сходным условиям жизни. Надеюсь, я рассказала вам что-нибудь новое, интересное. Вы теперь знаете и о пилоносах, и о пилорылах. Вы знаете, для чего им нужны рострумы. Вот, ну и приходите к нам в музей, мы еще что-нибудь интересное для вас найдем и посмотрим. И не забывайте писать свои вопросы в ваших комментариях, мы найдем на вопросы интересные ответы и снимем новые интересные видео, которые можно будет увидеть на нашем канале. И всем хорошего дня, пока!